Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Чиселы». Сегодня мы будем читать 32 главу этой книги. Здесь говорится о том, как племена Рувима и Гада опросят себе земли в Зайордании. То есть, когда эти моавицкие племена были разбиты, территория освободилась, там были и дома. Тем более, что произошло пленение этого населения. И вот часть евреев, это колено Рувима и Гада, они просят Моисея, что они останутся здесь, не будут переходить за Иордан. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иазер и земля Галаат есть место годное для стад. И пришли сыны Гадовые и сыны Рувимовы и сказали Моисею или Азару, священнику и князьям общества, говоря, «Атаров и Девон, и Иазер, и Немра, и Эсефон, и Елеале, и Севаим, и Нево, и Веон». Земля, которую Господь поразил предобществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада. «И сказали, если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». Давайте посмотрим, какое объяснение предлагает епископ Бреши Патерий, который был ученик и компилятор трудов святителя Григория Папы Римского, Григория Двоеслова. В церкви есть люди, которые гнушаются оставаться малыми и даже на месте смирения не перестают казаться себе великими. Можно видеть, как они превозносятся почестями, наслаждаются удовольствиями, кичатся обилием вещей. «Зачастую они стремятся только к тому, чтобы начальствовать над другими. Если многие их боятся, они радуются. Праведной жизнью они пренебрегают, а к славе доброй жизни они не стремятся. Они ищут листецов и от почета надмиваются, и поскольку в делах сииминутных преуспевают, то будущих радостей не ищут, то есть райских радостей. И пока они заняты разнообразными делами, дела эти отчуждают их от самих себя. Когда же возникает некий спор о вере, то поскольку, по крайней мере, по наружности они остаются верными, они словом и делом ее защищают и требуют для себя небесного Отечества, но не любят его». Почему не любят? Боятся смерти. Таких хорошо представляют сыны Рувима и Гада, явившиеся пред Моисеем, и половина колена Монасина, владея большими стадами, множеством скота, и увидев за Иорданом пастбища, они облюбовали их и не захотели получить наследие в земле обетования. Говоря, «Земля, которую Господь поразил предобществом Израилевым, есть земля пригоднейшая, чтобы пасти скот, а у нас, рабов твоих, есть стада, и мы молим, если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай ее нам, рабам твоим, во владение. И не заставляй нас переходить Иордан». «Владеющие многими стадами переходить Иордан не хотят, ибо кого занимают многие приманки мира, те жительства в небесном Отечестве не ищут». То есть переход через Иордан, он как бы символизирует собой вхождение в небесную землю, обетованную в Царствие Божие. А вот эти люди, имея очень большой скот, большое хозяйство, они решили не переходить Иордан, а остаться за Иорданией, чтобы здесь жить, в тех домах, которые они захватили. Тем более, что на слуху у них было то, что в Святой Земле, Эрц-Эсраэль, там великаны живут, которых надо еще одолеть, а тут как бы уже победа совершена. Поэтому это во всех отношениях был трусливый поступок, но мы знаем закон Божий, который и не разрешает трусов брать на войну. Хотя Моисей потребует от них все-таки сражаться. «И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым, братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадеса в Арне для обозрения земли. Они доходили до долины Эсхол и видели землю, отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа. И поклялся он, говоря, люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и выше, знающие добро и зло, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, потому что они не повиновались и мне. Кроме Халева, сына Ифонина, князианина Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиле, и водил он их по пустыне сорок лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот вместо отцов ваших восстали вы, отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиле. Если вы отвратитесь от Него, то есть от Бога, то Он опять оставит Его, то есть народ, в пустыне, и вы погубите весь народ сей. То есть для того, чтобы погиб народ, достаточно, чтобы вот некая часть этого народа пошла бы неправильным путем. Был 12 колен, если вот два колена отлагаются, посмотрите, какие проценты получаются, в случае отступничества, какого количества людей будет наказан весь народ. Ну, там пол колена еще у Манасина к ним тоже присоединились. «И вот вместо отцов ваших восстали вы, отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиле. Если вы отвратитесь от Него, то Он опять оставит Его, то есть народ в пустыне, и вы погубите весь народ сей». «И подошли они к Нему, то есть им надо как-то оправдываться, и сказали, то есть они испугались, что еще 40 лет ходить по пустыне, чтобы лечь костями. «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших, то есть в Зайордании, и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся, то есть они преодолевают все-таки свой страх, перед большим страхом. «И пойдем перед сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступятся на Израилевы каждый в удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана, и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». То есть, может быть, они даже и справились, разумленные Моисеем, и они принимают решение, что они пойдут вместе с еврейским народом воевать, оставив своих детей в Зайордании. И они будут воевать, пока евреи не освободят всю землю обитованную от язычников, и причем эти колена не претендуют на какую-то часть земли, которую завоюют за Иорданом, а им принадлежать будет то, что именно перед входом в святую землю. «И сказал им Моисей, если вы это сделаете, если вы вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный Зайордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь, и будьте неповинны пред Господом, и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение пред Господом». «Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом, и испытайте наказание за грех ваш, который постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших, и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». То есть найден был некий компромисс, что им отдается вот эта земля, но в любом случае, вот мы видели комментарии, древние эзегеты осуждают их за нежелание войти в землю обетованную. «И дал Моисей о них повеление Ильазару, священнику Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых». То есть он объяснил условия этого сговора. И далее говорится о том, как племена Гада, Рувима и половина племени Монасина поселяются в Зайордании. И остальная часть народа и войны из числа колена Гада, Рувимова и половина колена Монасина готовятся к переходу через Иордан. Но это произойдет уже после смерти Моисея. Итак, сегодня мы сделали с вами обзор 32 главы книги «Чисел». В следующий раз, с Божьей помощью, мы будем делать обзор 33 главы книги «Чисел». Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спаси Христос!